Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас в гостях заместитель председателя Комитета по развитию Рижской Думы Сандрисберг Министерства и Согласия. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый день. И с Новым Годом всех уважаемых радиослушателей. И со Старым Новым Годом тоже скоро. И со Старым Новым Годом, да. Поздравляю со всеми прошедшими праздниками. Да, вот как раз о праздниках. Мы знаем, что здесь был наплыв туристов, в том числе из России. И вы буквально перед Новым Годом в составе делегации Рижской Думы побывали в Москве, на днях Риги в Москве. Вот, может быть, несколько слов об этом. Потом мы поговорим и об актуальных событиях в столице. Да, мы побывали на открытии нашего Рижского кутка, или так, если можно сказать. Там, где... Раньше Рижский дворик мы называли. Рижский дворик, да. Там, где мы, скажем, рекламируем Латвию, рекламируем продукты латвийские, да. И мы были... Нам повезло, мы поехали на этот... На открытие, да. И увидели я... Вообще-то первый раз был в Москве, да. Не был до этого. Увидел... Ни разу? Нет, ни разу. Это первый раз мне был, да. Хотя я знаю, что в российских городах где-то вы были, да? Я был, да. И я был проездом через Москву. Я один раз был в промышленном городе, который рядом с Москвой. Это был Ярославль. Я был, да. И тогда мне не удалось в Москве. Я был только проездом. Но в этот раз я как раз посмотрел столицу большой... Большого государства, да. Посмотрел сам своими глазами. Вот. Очень интересно. Интересная поездка. Очень видел, скажем, очень понравились люди, которые встречали нас. Душевные были. И, как говорится, как пишет в газетах у нас, не были враждебно настроены против нас, да. Это я убедил со своими глазами, да. Да. Ну, я так понимаю, что действительно можно говорить об определенном ренессансе, поскольку российские туристы вот после нескольких лет перерыва опять вернулись в Ригу. Мы знаем даже по статистике, они сейчас делят первое место с туристами. Там из Литвы, Эстонии, Германии. То есть, опять россияне приезжают к нам на Рождество, на Новый год. Да. И перед Новым годом как раз, хотя у нас санкции там с Россией, да, по Европейскому Союзу, по соглашению, и было так, что Россия отменила даже перед Новым годом одному нашему предприятию, не будем называть какому, да, но эти санкции на шпроты. На шпроты, да. И, да, насчет туристов, конечно, надо рекламировать, потому что везде вот российские туристы у нас на первом месте, да, но мы же находимся рядом, это наши соседи, нам, в принципе, не надо дружить. Нам, конечно, не надо продаваться, да, Россия, да, мы своя страна, отдельная, да, суверенная, но, значит, что касается туризма и всяких торговлей, да, я считаю, что это нормально было, если бы мы дружили с соседями, да, и так и надо делать, да, потому что если посмотреть статистику, там, например, ну, будем, ну, еще одна большая страна у нас, Америка, да, но американских туристов даже в топе нет у нас, да, даже в списках нет, да. Расстояния очень большие. Ну, конечно, да, ну, и поэтому мне кажется, что действительно надо нам больше смотреть на соседние страны и с ними дружить, да, если бы не эти санкции, мы могли торговать с ними, и, скажем, и раньше мы в постсоветское время, да, получали прибыль же, очень большой прибыль, да, у нас и первое место занимало, когда еще санкции не были, экспорт, у нас первое место занимало Россия, в России, да. Я так понимаю, что это сотрудничество практически будет продолжаться, да, между мэрией Москвы и Рижской думой. Да, по возможностям, в меру возможностей, в меру в том, что сейчас, ну, как, по большому счету отношения-то натянуты, да, но по меру возможностей, да, конечно. Ясно. Возвращаясь все-таки вот к делам риским, делам городским, Дума под занавес года приняла бюджет, три дня вы дебатировали, и, я так понимаю, из уст оппозиции очень часто звучали такие, там, не знаю, упреки или даже такие прогнозы, что там скоро Рига чуть не обанкротятся, и что все в долгах, включая, там, не знаю, Рига Сатекс, чуть ли не банкротство завтра. Ну, вот, накануне нашей тоже встречи пришла информация из департамента финансов Рижской думы о том, что на самом деле образовался профицит даже по итогам этого года. Да, на днях это было, 15 миллионов. Это было известие на днях, да, это получается, что, да, еще, я давно просто у вас не был, я не знаю, очень много информации собралось, поэтому буду рассказывать все по порядку, да. Но дело в том, что мы первый год перешагнули, первый год за все время, да, скажем, за 10 лет и даже за все время Рижской думы и бюджета, мы перешагнули отметку 900 тысяч, 900 миллионов, да. То есть к миллиарду приближается. Да, приближаемся к миллиарду, и, значит, если так именно по числам, да, тогда у нас 907 миллиардов у нас, значит, будет Доход. Доход, да, поступление денег, да, и у нас получается, что 955 миллионов у нас, как бы, затратная часть, да. Ну, у нас идет, ну, у нас будет образуется там примерно 4 процента дефицит, да, но это за счет того, что вы же все знаете, что у нас было такое, ну, неожиданное такая необходимость, как, значит, Межопаркский зал концертный, да, на, скажем, надо подготавливать к праздникам, да, и надо подготавливать к тому, что там государственные праздники государственного уровня, да, мы будем проводить. И вы слышали, да, на днях, что 15 миллионов у нас профицит получается, это в общем счете у нас, в принципе, то на то и получается, да. То есть, никаких убытков. Никаких убытков нету, я тут взял даже статистику, да, мы, вот, может, радиослушатель хочет знать, мы в 2009 году начали 670 у нас было, да, поступление, да. Миллионов. Да, 670 миллионов у нас было поступление, то есть, у нас рост, в принципе, на одну третью часть, да, по деньгам, вот, так что мы работаем, конечно, оппозиция играет свою игру, они стараются показать, что всякими способами, что, ну, что мы не справляемся, и так далее, да, но это, они играют на Саймовские выборы при... То есть, вы думаете, что они уже готовятся к вам? Ну, естественно, что они приближаются к выбору, и они играют свою игру на выборы, да, каким-то образом оскорбляет нас, еще какие-то непонятные действия делает, да, скажем, один даже депутат оппозиции, я помню, вот, когда у нас это трехдневное было заседание, да, по бюджету даже, как говорится, не постеснялся с трибуны сказать, что он знает, что в следующем году кого-то посадят, да, и посмотрел на президиум, да, в президиуме сидел только мэр и вице-мэр, да, никого не было другого, да, ну, то есть, такие намеки какие-то, еще оскорбления, да, ну, мы, скажем, считаем, что это ниже нашего достоинства, чтобы с ними спорить там, или чтобы убеждать ихний бред в обратное, да, но мы просто это, в принципе, стараемся игнорировать, да. Да, вот интересно, что касается городского бюджета, были такие, со стороны оппозиции звучали такие вопросы, а что, неужели получается так, что каждый год нужно ремонтировать школы и детские сады? Ну, видимо, да, потому что один год ремонтируется, там, не знаю, реновация здания, потом кухни делаются для школьных столовых, стадионы и так далее, да. Естественно, что у нас, подумайте сами, да, у нас 130, больше 130 школ, да, и средние школы, и школы младшего класса, да, и, ну, естественно, что мы не можем за один год это все сделать, да. Вот, к примеру, к примеру, например, да, все время происходит, вот насчет бюджета, да, все время происходит какие-то обновления, да. В один год мы, например, вот в этом году, в 18-м, мы будем возобновлять спортивные залы, да, там, к примеру, в пяти школах, да, там, фасады, ну, как говорится по-русски, отъявно, это восстановление, да, энергоэффективность, да, эффективность, да, будем улучшать, да, будем пожарную, пожарно-спасательную систему улучшать, да, будем ставить, например, в десяти детских садов мы будем ставить новые площадки для развлечений, да, для деток, в кухне будем ставить, ну, многое чего идет в бюджете в этом году, и, естественно, что не за один год мы не можем все справиться, а также, что мы за один год не можем дороги построить, да, все, естественно, что постоянно где-то ремонтируем, да, люди видят, да, что мы ремонтируем и тоже хотят, чтобы у них быстрее тоже начался ремонт, да, но, в принципе, у нас план за следующие четыре года или сколько уже осталось, три с половиной, привести более-менее порядок и мосты, и дороги, и внутренние дворики, да, в принципе, самое усиление у нас идет на дороги и на такие, и на школьные здания, и на больницы, да, мы будем вот такие вещи все улучшать в городе, как говорится. Ну, и, конечно, эстрад, этот вот большой межопарк, да, мы будем делать, концертный зал, так правильно сказать, да, будем вкладывать 15 миллионов, да, его ремонтировать, можно сказать, строить заново, да. Ну, что еще, на городские, например, дороги в этом году мы будем делать улицу Меркеля, да, Красто улицу будем полностью восстанавливать, то есть ремонтировать, да, улицу Бриевибас, да, будем ремонтировать от улицы Брунинека до этого воздушного моста, да, бульвар Калпа, кому будем делать, ну, такие основные улицы, то есть люди почувствуют, что ремонт будет, да, и, естественно, мы не будем забывать опять эти велодорожки, да, на велодорожке у нас в 2018 году больше 15,5 миллионов, да, тоже деньги будем вкладывать, ну, такие всякие, это нужные вещи, да, которые… Вы понимаете, что все мосты фактически будут ремонтироваться? Все мосты будут ремонтироваться, и многое-многое будет софинансироваться с Европейского Союза, да. То есть фонды используются. Да, Европейский Союз проекты на этот год будет почти 13 миллионов будет вкладывать, то есть с Европейского фонда, да. Вот, дальше всякие новые парковки, да, потому что везде видите, что в городе творится, что очень, ну, очень много начинает появляться машины, да. Если, например, в девятом, в десятом году они стали уменьшаться, да, потому что после этого, после жирных годов, если так можно сказать, после седьмого года были очень много машин, и потом они начали уменьшаться, да. Проблема с парковкой и с пробками, как бы, она сошла на нет. Но сейчас опять люди жалуются, что нужно парковки, да. Вот на парковки и на, скажем, на такие, на новые, так сказать, карманы возле дорог, да, будем тратить 3 миллиона, да. То есть, чтобы людям было удобнее и лучше, чтобы он мог парковать машину, да, чтобы не надо на стоянку ставить и платить за это деньги, да. Ну, что еще? Так же у нас будет 17 видов всяких пособий, да, для малоимущих и для тех людей. Это, я понимаю, в том числе и пособия, которые даже государство не требует от самоуправления, то есть это просто сама Рижская дума решила. Да, это Рижская дума, это социальная программа у нас, да, и, скажем, ну, таким людям надо помогать. Сейчас 20-го число будет как раз у нас праздник, да, будем вспоминать вот баррикады, да, то. Время баррикадов это будет баррикадж, пьемини, сацар, сдена, да, вот, и тоже вот все помнят 90-е годы, да, баррикады, люди, пенсионеры, которые отцы и наши деды стояли вот на эти баррикады, как бы заслуживали для нас свободу, вот, и сейчас, конечно, про них государство немножко забыло, да, то есть у них уже, ну, это смешно, если даже вот пенсионерки, у меня много людей сейчас приходят, как я избрался к депутатам, да, и рассказывают, действительно, не могут они, вот эти пенсии смешные, да, и они рассказывают, что даже они приходят туда в социальный отдел государственный, да, ну, им даже говорят, что они тогда работали в Советском Союзе, это был Советский Союз, то есть, получается, спрашиваете у Советского Союза, да, ну, это нонсенс какой-то. Так, естественно, что мы, наших рижанам, рижан, нашим пенсионерам, мы не можем им платить, например, эту пенсию, да, но мы... Вместо государства, да. Да, но мы можем таким образом им помочь, да, чтобы им было легче, чтобы им больше получилось, остались деньги именно на, ну, на повседневные нужды. Кстати, да, это стандартная отговорка, что вы там заработали пенсию для Советского Союза, вот там и просите, да. Да, ну, так это же вообще, это просто издевательство над людьми, да, как так можно сказать вообще? Ну, еще не говоря, конечно, о тех, там же на баррикады было так, что боролись и русские, и латыши, и нелатыши, и так далее, да, не будем говорить об этих паспортах и так далее, что у нас в Евросоюзе спрашивают, что это за вообще непилосванность, да, ну, не гражданин, что это за каста такая, да. Да, и это все 27 лет никак не решается. Никак не решается, да. Да, давайте примем звонки, одевайте, пожалуйста, наушники 612-939, телефон прямого эфира. Депутат Санды Сбегович у нас на прямой эфире. Слушаем вас, пожалуйста, вы видите. Здравствуйте. Да. Вы знаете, я вот постоянно слышу от ваших депутатов, вот сейчас от вашего депутата гостя, от Валькова, от Христалюбова, и все одно и то же, что дороги, детские сады, школы. А когда же вы сделаете путепровод, твайка? Красная длина в ужасном состоянии. Хотя бы вы один раз проехали. В этом году запланировано. Повестура. Нет, у нас... Повестура. И посмотрели. От поликлиники 23 школа, которая 28-я, идет асфальтированная дорожка, вся в ямах, в грязи. Я несколько раз звоню к мужу Америксу. Ничего. Выборы были. Все прекрасно. По Аркалдеру мы сделаем, все сделаем. Америкс отвечает. Ну вот сейчас конкурс прошел, но мы еще не знаем. Это все. Вы бесконечно все время сталкиваетесь на детские сады. У нас детские сады в Этмельгрависе, в Шаркандаугове все очень хорошо оборудованы. Единственное, не сделан пушкинский лицей, площадка, там, где ломанные скамейки и торчат штыри. Это вы не сделали ничего. Теперь в Этмельгрависе, по которому мы всю осень задыхаемся от запахов, опять Америкс отходит от этой темы. Кто наказан, с кого привлечь ответственность. Опять ничего. Красная Двина – ужасно грязный район. Спасибо большое нашей радиосуществе. Очень эмоционально. И, в принципе, она абсолютно права. Всем хочется, чтобы в его районе тоже был порядок. Единственное, насколько я знаю, деньги выделены именно в этом году. И в этом году Виадук, проспект Вестера, Тейка улица. Да, совершенно верно. Все будут приведены в надлежащий вид. Так что здесь радиослушательница может быть спокойно. Единственное, насколько я понимаю, вице-мэр, когда был у нас в эфире, он говорил про то, что есть конкурсные процедуры, которые не Рига устанавливала, а не по закону. Естественно, мало того, что конкурсные процедуры, и там еще было, я помню, вот эти заседания думские, что мы говорили насчет земли. Там были куски частной земли, которых нам надо было приобрести для того, чтобы этот проект реализировать. Поэтому мне приятно, что уважаемая радиослушательница сказала, что с детскими садами вы в ее районе все в порядке. Вот это действительно хорошо. Да. Ну вот что касается Виадук, еще раз, наверное, подчеркнем, в том, что в этом году он будет приведен в порядок. Что касается действительно запаха в Эсмилгрависе, здесь Рижская дума ничего не может сделать. Это ответственность Вауст Видес Денес, к сожалению. Да. Вауст Видес Денес – это, во-первых, ответственность, и, во-вторых, надо смотреть, откуда этот запах идет. Если идет от порта этого, то и в 2019 году, в 2020-2019 году именно там, где этот угольный перевалочный порт будет перенесен в другое место. На Криво-Саус. Да, на Криво. И не будет больше этого запаха. И не будет больше этого запаха. Это уже будет в 2019 году, в принципе, в конце 2019-го, а в начале 2020-го. Да. Спасибо за это уточнение. 612-12-939, реформ прямого эфира. Вот это, наверное, я так понимаю, Сандрис, то, что вы мне сказали до эфира, что, конечно, чем больше делается, понятно, что рижане вправе хотеть и требовать и ждать, что вы придете в каждый двор, в каждый район. Но постепенно так и будет. Да, конечно, мы стараемся это сделать побыстрее, но сами понимаете, что у нас же этот бюджет не 10 миллиардов, как у страны, как у государства. И мы на каждый год систематически планируем работы и все время думаем, как улучшить и как сделать нашу Ригу красивее. Да, мы тоже на это рассчитываем. Я так понимаю, что и в этом году наступившем будет реализована программа приведения в порядок вот этих внутриквартальных дворов. Но только надо запомнить, тоже уважаемые радиослушатели, всем надо запомнить, что Рижская дума не может ремонтировать частную землю, что надо смотреть. Иногда может быть такая ситуация, что внутриквартальная земля, то есть дорога, она может быть и на частной земле. И тогда Рижская дума никаким образом не может вкладывать туда средства. То есть это надо говорить с частником, которому принадлежит эта земля, потому что у нас много многоквартирных домов и под них земля частная собственность. Иногда даже и дороги частная собственность. Вот эти дороги мы не можем привести в порядок. Это надо спрашивать от этих частных лиц, потому что они как бы с одной стороны берет, с квартирантов берет деньги, но ни дороги, ни инфраструктуру они не ремонтируют. Вот. То есть... Ну да. И фактически получается так, что только муниципальная земля, если частная, тогда Рижская дума должна говорить с этими владельцами, согласны ли они заключить договор о ремонте их на их территории. Да. Но мы не можем вкладывать туда средства. Это запрещено законом. Да. Тогда они сами должны вот с тех денег, которые они берет... Жильцов привезти. Жильцов привезти подъездные дороги. Сандель Сбергович на студии, депутаты Рижской думы от фракции согласия. Не переключайтесь. Небольшая пауза на новости рекламы. Микс Ньюс. Да. Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем. А вот прямой эфир. Напомню, у нас в гостях зампредседателя комитета Рижской думы по развитию и также зампредседателя комитета Рижской думы по безопасности и противодействию коррупции Сандель Сбергович у нас в студии. Вот если сейчас мы посмотрим вообще на политическую повестку дня. Да. Вы там в Риге, вам тоже, конечно, не скучно. Мы знаем, что происходят дебаты очень интересные, трехдневные, прямо с оппозицией. Но, тем не менее, все-таки работа в муниципалитете предполагает, знаете, ближе к земле. Ближе к земле. Да. Но если посмотрим на политическую повестку дня, в большом политическом поле, так можно сказать, то там тоже, конечно, им не скучно. Но вот такие темы, которые обсуждаются сейчас, опять вот эти мешки КГБ. Я помню, в 90-е годы их обсуждали, в начале 2000-х. И сейчас, по-моему, вы еще, наверное, в школу ходили. Я только начал ходить в школу, когда... И так до сих пор ничего не решилось. И так до сих пор ничего не решилось. Мне кажется, эти мешки уже пустые. Но их обсуждает все время... Уже кого надо, оттуда изъялись. Да, 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 да. Ну, все время вот эти мешки, сколько я помню, все время про них говорили. То их будем поднимать, то их будем открывать, то закрывать. То будем, то не будем. То они пропали, то их ищут и так далее. Все время что-то такое насчет этих мешков. А может быть, действительно, просто у этих политиков, правящих нет других тем? Нет, тема одна, что рука Москвы. Первая тема, самая главная, да, что... Всюду Россия угрожает. Да, всюду угрожает Россия нам, да. И вторая тема, вот эти мешки. Третья, видимо, школы опять. Да, ну, сейчас, сейчас это вот опять, да. Опять они школы начали. Им опять не, как говорится, не спится спокойно, что кто-то на своем родном языке, там, одну, одну третью или одну четвертую часть... Еще учит. Еще учит, да. Ну, хотя это же прекрасно, да, что во всех европейских таких странах, да, развитых, позволяет учиться на своем языке. И даже я читал, что при том, когда была немецкая оккупация, тогда же тоже немцы даже позволяли учить на своем языке родном. Там, те страны, которые они оккупировали, да. Это было при Второй мировой войне. Вот. А так мы, могу сказать, что с политического уровня мы медленно, но уверенно двигаемся вверх, именно что касается нашей партии, да. У нас накануне Нового года был Конгресс партийный, да. Также накануне, ну, прошлого года, то есть, когда, ну, это, в ноябре, да, нас официально приняли в европейский ПЭС, да, в партию. Это европейских социал-демократов. Да, в европейских социал-демократов. А что это изменит, вот, в принципе? Это какие-то даст вам возможности? Это, ну, естественно, что именно вот в Европейском Союзе, именно в Бреселе, да, вот это европейские социал-демократы, это является вторая большая, ну, по большинству, по величине, вторая фракция, да, именно европейского парламента, да, и это дает нам больше возможности, больше отстоять свои права, больше, например, ну, обратить внимание на Латвию, да, ну, Латвия же маленькая страна, у нас всего лишь 8 евродепутатов, да, в общей сложности, да, и это дает нам дополнительные возможности, да. Что касается еще политической жизни, такой, можно сказать, большой политики, что у нас в партии ничего не поменялось, у нас были, ну, чуть-чуть поменялось, но в хорошую сторону, да, то есть лидера нашего мы переизбрали, да, зам председателя партии тоже переизбрали, ваш покорный слуга был избран в правлении партии, да, в этом году первый раз. А вообще происходит, вот, поскольку вы тоже человек молодой, вообще происходит обновление? Ну, вот, да, вот происходит, я вижу, происходит обновление, у нас была, уже два года назад началась реформа нашей партии, у нас, значит, поскольку я руководитель рыжской организации, я могу сказать, что именно перед моими глазами все это происходит, да, и у нас происходит, у нас, скажем, мы ввели систему координаторов партии, да, что у нас получается... По разным районам, да? Да, ну, все, я не буду систему рассказывать, да, но, скажем, смысл, да, такой, чтобы каждый депутат, каждый, ну, избранный человек, каждый, скажем, должностное лицо, чтобы он был ближе к простому члену партии, да, чтобы все было, как сказать, ну, покрыто, покрыто было совершенно все районы Риги, да, и вот эта система работает, и очень много многих, где-то примерно третья часть уже, ну, 30% прибавилось нам в партии молодых людей, если у нас в Риге, например, раньше было больше тысячи людей, да, то сейчас мы уже подсчитали, что за два года у нас 1700 людей, да, почти 1800 людей, да, именно в Рижке организации, да, и, ну, скажем, идет, вот как мы, партия социал-демократов, у нас, в принципе, мы можем уже с уверенностью сказать, что у нас самая большая партия в Латвии, да, у нас общей сложности почти 6000 членов партии, если брать всю Латвию, да, естественно, что мы знаем, что, ладно, в прошлом году были выборы с самоуправлением, которые для нас, я считаю, удачно прошли, да, то в следующем году будут опять выборы сайма, и к ним тоже надо готовиться, да, естественно, что город – это хозяйственная тема, но надо думать и, поскольку, ну, я являюсь, скажем, председателем правления Рижкова, да, то надо будет готовиться и к саймовским выборам, да, вот, так что у нас идет в политические жизни, политические жизни у нас идет вперед, и что касается рейтингов, да, партии, сейчас последние рейтинги, что у нас больше 20%, да, скажем, у нас, мы идем, как, ну, у нас лидер, по опросам у нас лидирующая партия, да, потом идет зеленые крестьяне, потом идут следующие националы, да, ну, то есть первые тройки мы, да, и если, например, выборы бы были завтра, то вообще бы попали в Сэйм, в парламент попали бы четыре партии только, если по рейтингам смотреть, да. Да, еще хотел вас спросить, несколько лет тому назад была создана организация, которую вы возглавили, и фактически были инициаторами ее создания, это СтопДракс, это общественная организация по борьбе с этими вот точками, вот, по торговле с пальцами, и фактически по борьбе вот с торговцами наркотиков, мы знаем, что, к счастью, слава богу, нужно только остается постучать, эти точки исчезли, а что с организацией? Они сами по себе не исчезли, точки, да, нам пришлось с ними бороться, и это была такая акция, которая удачно прошла, и мы эти точки, так сказать, если можно сказать, общими усилиями закрыли, да. Организация, кстати, я не сказал еще, да, в этом году мы будем ставить 44 камеры, у нас запланировано, да, муниципальной полиции, да, то есть вот эти камеры, это именно будет, это, да, начнем с Балдырая, да, и где-то примерно, и потом будем двигаться сюда, потому что Балдырая у нас один из проблемных самых районов, и я помню, когда мы еще против точек боролись, то там была одна из таких самых, самых неприятных, самых больших точек, ну, число точек Валдрая было, да, и, ну, мы надеемся, что эти камеры поможет, потому что это будет видно, вот эти противоправные действия, их можно будет нейтрализовать моментально, и в том числе и записать правонарушения, да, но что касается СтопДракса, мы сейчас планируем в этом году провести большой конгресс, да, где соберется все люди, которые, ну, которые, скажем, заинтересованы, и которые помогают бороться, общественные организации, которые помогают бороться именно с этими пагубными, пагубными привычками, да, и большой такой у нас план есть провести большой, обширный такой конгресс, и, значит, поставить пути, узнать проблемы, да, и, например, какие-то подумать насчет решения этих проблем, да, но, конечно, со спайсом, со спайсом можно сказать, что, что нету больше в Латвии, да, этого наркотика и этих легальных точек тоже нету, да, но есть, как я вижу, да, в последнее время есть опять другие виды наркотиков, да, и очень много, очень много, да, видно вокруг, что происходит вот так называемое употребление так называемого этого гламурного наркотика, очень много есть по городу, да, видно, что люди больше, больше молодые люди ввязаны вот в это, да. Вот хотел еще такой вопрос задать, вот мы знаем, широко вот эта новость разошлась, в том числе вот на нашем сайте Микнюс РВ, что вчера это было возле одного из вот этих даже центров, я бы так сказал, игровых вот игровых залов, зашел отец поиграть в автоматы и на час забыл ребенка на улице, естественно, детей нельзя вот в эти игровые залы брать с собой, поэтому просто ребенок мерз на улице, вот женщина неравнодушная, которая все это увидела, вызвала полицию, сейчас началось административное дело, но, видимо, действительно, это заболевание зашло очень далеко, если отец спокойно бросает вечером ребенка на морозе и сам играет в автомат. Да, это такой же самый наркотик, это вид наркотика, это уже даже не надо доказывать, это уже во всех изданиях, во всех вот, скажем, таких, ну, врачебных заключениях, да, где они публикуют, да, и это, естественно, ну, это заболевание, и поэтому Рижская дума и приняла решение, да, на одном из наших заседаний мы приняли решение, что, естественно, что мы начнем с центра, да, мы уже аннулировали лицензии у многих игровых залах, ну, не так, что у многих, а у всех, которые находятся в центре, да. Ну, все равно какой-то переходный период, да, по закону. Да, но, к сожалению, переходный период, он написан в законе, прописан, да, видимо, в 90-е годы кто-то позаботился об этом, да, был принят закон, что если мы закрываем, отбираем лицензию, если самоуправление отбирает лицензии, то переходный период 5 лет, да, то есть, ну, к сожалению, так, но мы в мерах своих возможностей мы делаем так, чтобы игровых залов вообще не было. И мы бы были рады, если бы они вообще в городе нашем не были, да, потому что это заболевание, и, естественно, что не просто так он оставил ребенка, да, он, наверное, зашел поиграть на две минуты, как говорится, как они там, да, забросить и посмотреть, что будет. Я думаю, что вы все уже знаете, я имею в виду. Ну, конечно, потому что… Уже все это признал отец, только что вот появилась новость, что он думал, что он зайдет на пять минут поиграл, и, как он сказал, чувство времени он потерял. Да, я это не знаю, но я знаю, как, когда вот мы боролись тоже и разговаривали с этими наркоманами, это все очень было связано, да, то есть… Все то же самое, да? Да, да, украл, скажем, или где-то достал эти деньги, да, или у мамы, или так далее, подростки, да, то же самое, да, они употребили наркотик, где-то шляются по игровым залам, да, кто за ними присматривать обычно нету, обычно у этих рисковых ребенков, у них один родитель или мама, или… Или вообще бабушка воспитывает. Да, или вообще бабушка, да, естественно, у него нечего делать, ему нету какой-то человек, который его привлекет в спорту, который его научит, да, поучит, как надо правильно, чтобы… ну, как правильно надо вести себя и как правильно надо вообще жить, да, и, естественно, что некому его поучить, и поэтому он живет, как он может и как он считает, как его друзья эти одна, такие же самые, да, и как с кем поведешься, с тем и наберешься, и поэтому это логически, да, что по-другому не может быть. Естественно, что он любит своего ребенка, да, но он просто зашел, это зависимость, да. Да. Вот, ну что ж, будем надеяться, что вы продолжите эту борьбу фактически, ну, за спасение людей, потому что мы же понимаем, к чему приводит вся эта наркотическая зависимость, игровая, к сожалению, тоже. Там и семья разрушается, и из дома все выносится и продается, да, к сожалению. Да, да. Да. И говоря еще, возвращаясь, может быть, к тому, с чего мы начали, что касается работы столичного самоправления, все-таки ваш прогноз, хоть вы и молодой депутат, вот впервые были и вообще избраны в самоправление, тем не менее, удастся какой-то найти диалог между правящей коалицией, цирической думой, оппозицией, или такое вот противостояние будет продолжаться? Ну, я вам скажу так, у меня нет опыта с ними, да, но те опытные мои коллеги, которые уже давно были там, да, они говорят, что такой оппозиции никогда не было, что настолько они, ну, если можно сказать, необразованные в этом деле, да, именно вот в думском деле, да, и говорят, но говорят много и говорят очень много глупостей, да, то есть обвиняют беспочвенно и очень много раз, я сам видел, что переходили уже границы дозволенного, да, ну, у нас почти уже как в украинском парламенте в некоторых случаях начинается, да, уже такие… То есть недалеко и до драки? Действия, да, конечно, у нас было вот на этом бюджетном заседании был один бывший лидер оппозиционный, да, который был тоже кандидатом мэра, который бегал по всеми, по всеми, скажем, у каждого столика подходил и смотрел, знаете, как нарушал частное пространство, да, людей, смотрел, что они делают в компьютере и, можно сказать, провоцировал, да. Да, ну что ж, будем надеяться, что работа в самоправлении будет более конструктивной, поскольку, насколько я понимаю, может быть, это наивно будет звучать из моих уст, но, насколько я понимаю, все-таки самоправление, в отличие, допустим, от парламента, ну, не решайте вы там больших политических вопросов, да, ну, вот школы, канализация, водопровод, дворы, улицы, мосты, да, ну, вы фактически же политикой не занимаетесь. Да, у нас, именно, у нас, Рижская дума, это хозяйственная, у нас хозяйственные все темы, у нас, в принципе, мы не можем ничего сделать, мы не можем изменить закон, да, мы не можем увеличить пенсии или еще что-то такое сделать, да, на глобальном, на уровне парламента, да, мы решаем вот именно хозяйственные вопросы. Ну что ж, пожелаю вам успеха в решении этих хозяйственных вопросов, ну, тем более, что вот и по тем звонкам, которые мы тоже слышали, мы видим, что люди хотят, чтобы Рига становилась комфортнее и красивее и лучше, как можно быстрее. И, в принципе, людей можно понять, нельзя им сказать, что, ну, через 20 лет все будет, да, я понимаю возможности бюджета, но люди хотят быстрее. Да, и мы бы хотели еще такое мое пожелание в этом году, чтобы что-то, естественно, было бы с этой землей под домами, потому что очень много жалоб, да, насчет вот этих владельцев земли. Которые третьим лицам принадлежат. Да, которые принадлежат третьим лицам. Но здесь тоже нужен закон, соответственно. Да, здесь нужен закон, но он уже как бы, уже в сейме. Почти готов, да. Да, почти готов, но он уже был почти готов уже много лет. Два года, да. Да, ну, то есть, поэтому мы хотим тоже, чтобы решился вот этот вопрос, да, и когда, естественно, будет земля под домами, тогда будет, как говорится, поменьше жалоб, и мы можем уже двигаться дальше. То есть, цель, чтобы земля под многоквартирными домами принадлежала самим владельцам этих квартир. Самим владельцам квартир, да. И чтобы им не надо было платить… Это арендную плату. Да, то есть, посредникам каким-то платить, да. Ну, по существу, да. Да. Санкт-Петербург, у нас был в студии депутатической Думы, от фактов и согласия. Большое спасибо. Спасибо вам.